С вами Елена Чудинова и программа Окружающий мир. Сегодня со мной мои друзья Алена. Привет! И Ева. Алена вернулась с представления, где она была снежной королевой. Поэтому, Ален, ты всё должна знать про лёд. Ну, я не всё знаю, конечно, но кое-что знаю. Вот у нас есть лёд. Смотри, я беру два кусочка, замороженные в одной ванночке. И скажи мне, пожалуйста, какой из них быстрее должен растаять? Ну, наверное, они должны одинаково растаять. Отлично. А вот теперь смотри, что я сделаю. Я хочу один кусочек льда измельчить. Смотрим, что у нас получилось. Много больших и маленьких кусочков. Много больших и маленьких кусочков. О, холодный. Какой лёд растает быстрее? Измельчённый. Почему? Потому что он на маленькие кусочки. И что? Размельчат. Но здесь же столько же льда, сколько здесь. Да, но если это маленькие кусочки, то получается, они должны быстрее растаять, потому что они по кусочкам таким маленьким, а это огромные, большие. Почему маленькие кусочки должны таять быстрее? Ну, наверное, потому что они маленькие. Ну, я пробовала один маленький эксперимент у себя. Я взяла большую губу льда, она у меня таяла долго-долго. А когда взяла в магазине маленький кусочек... То есть ты видела такое? Да, и он быстро у меня растаял. А сейчас мы попробуем взять ещё кусочки льда и сделать с ними другое. Вот мы берём ещё один кусочек льда и положим его на батарею. Ого! Ух, какой мальчик. Уже мокрые руки, наверное, уже начал таять. Смотри, что мы сделаем с этим кусочком. Мы сделаем вот так. Мы будем на него давить бутылкой. У нас будет соревнование между кусочками льда. Какой растает быстрее? Здесь у нас какой лёд? Раздобливый. Там у нас? Плавящийся. Да, от нагревания. Здесь? Придавленный. Придавленный. А этот мы будем проверять с помощью трения. Интересно. Бери два кусочка и три друг об друга. Будем считать капать? Когда ты устанешь, я тебе помогу. А Ева решила плавить лёд ручками. Холодно. Давай, теперь я тебе помогу. Как ты думаешь, зачем нужно надевать перчатки для этого? Чтобы было не слишком холодно. Ты думаешь? Что, теплее руки или перчатки? Перчатки. Перчатки теплее? Да, но ведь руки тёплые. И перчатки тёплые, получается, званая теплота. А если перчатки положить в холод, они будут тёплые? Холодные. Конечно. Перчатки никакие, тёплые руки. Если наши руки будут без перчаток... Вот. Расплавятся? Почему? Руки тёплые. Конечно. И поэтому мы надеваем перчатки, чтобы... Они были холодными? Да. Чтобы он плавился, только от трения. Ну вот, наш опыт постепенно подошёл к концу. Попробуем подвести итоги. Здесь у нас были кусочки. Теперь их стало очень мало, только два. И в основном здесь... Вода. Конечно. А вот это у нас было... Он ещё большой. Мы давили на него. И здесь, ты говоришь... Вода. Большой. Вода. А много воды? Столько же, сколько здесь? Мало воды. Поменьше. Что это у нас за два кусочка? Что мы с ними делали? Терели. Тёрли? Да, тёрли. Мы их тёрли друг об друга. Гуски стали всё ещё большими, в принципе. А воды, в принципе, тоже много. Да, воды, в принципе, довольно много. Но всё-таки они не такие маленькие, как могли бы быть, если бы мы их тёрли всё время. А это... Маленький кусочек, где очень много воды. А где он у нас был? На батарее. Да. А этот кусочек у нас лежал просто так. Большой ещё кусок. А, кстати, зачем он у нас лежал просто так? Как ты думаешь? Чтобы можно было прикидить, не строго справиться или медленно. Распаляется он очень медленно. Чтобы можно было сравнить со всеми остальными. Как он будет таять просто в комнатной температуре? Как он будет таять, если он раздроблённый? Маленькие кусочки. Если мы давим на него, если трем, и если он лежит в тепле. Какой вывод мы можем сделать? Дроблённые быстрее всех. Да. Я была права. Да, но ты не объяснила, почему. Ты говорила, потому что они маленькие. Это означает, что к каждому кусочку тёплый воздух подходит со всех сторон. Сюда он не может проникнуть внутрь, правда? Да. А сюда к каждому маленькому кусочку подходит тёплый воздух. Поняла. Поняла? Отлично. Где у нас ещё больше всего воды? Вот здесь. То есть в той мисочке, которая у нас стояла на батарее. Да? Это означает, что если... Что если он стоит на батарее, то он расправляется быстро. Почему? От тепла. От тепла. То есть лёд тает от тепла, от нагревания. Да. Лучше он тает, если его... Раздробить. Раздробить. И поэтому дворники весной дробят лёд. Лёд. Вот так. Он тает довольно сильно, если на него... Надавить. Надавить. И если его... Тереть. Сегодня мы занимались сравнением условий. Таяния льда. Не забывайте показывать ребёнку разное, просить его сравнить и сделать выводы. Но сначала спрогнозировать, что должно получиться. Программа «Окружающий мир». Я Елена Чудинова, Алёна и Ева. До свидания. До свидания. Может, вы что-то такое хотите привернуть дома? Пока.